9 января на протяжении десятилетий особая дата для областного центра. Традиционно именно в этот день истинные почитатели качественной классической музыки оставляют домашние дела, надевают самые красивые вечерние наряды и отправляются в театр на открытие международного фестиваля «Январские вечера». В основном в предопусте была поставлена задача сделать 31 фестиваль еще лучше. И здесь у нас пока все получается. Прекрасная рождественская погода, настоящая. Прекрасный состав участников фестиваля и прекрасные зрители. Уверен, что все у нас получится. 31 фестиваль «Январские музыкальные вечера» объявляем. С 9 по 12 января на сцене театра, а также на нескольких выносных площадках, проходили большие концерты. Виртуозы, скрипачи, представители молодежной оперной программы Большого театра России. Большой список можно продолжать довольно долго. Каждый из участников смог оставить частичку своей души здесь, поделиться оптимизмом и любовью к музыке. Он с маленького фестиваля классической музыки за 30 лет превратился в большой международный фестиваль. Благодаря Лиле Григорьевне, прежде всего, конечно, потому что она начинала эту идею. Ну и, естественно, тем, кто это продолжает. Поэтому это большое событие не только для Бреста, Брестской области, но и в целом нашей республики. И не только для Бреста, Бреста. Субтитры создавал DimaTorzok Но, наверное, одним из самых ярких и запоминающихся гостей 31 фестиваля Январские музыкальные вечера стал гитарист, племянник известного певца и шоумена Том Синатра. Виртуоз не только зарядил публику духом его родины – Италии. Это музыкант с особой харизмой, который умеет волновать сердца. Для него выступление на Брестской земле и в целом знакомство с Белоруссией было приятным открытием. Я бывал раньше в России, но в Белоруссии до этого как-то не приходилось. С удивительными людьми, которые живут здесь, я познакомился намного раньше – на других концертных площадках мира. Я рад, что качественная итальянская музыка прозвучит и здесь. Киевский молодежный камерный хор «София» также стал еще одним приятным открытием музыкальной недели. Творческий коллектив порадовал публику как духовной классической, так и народной музыкой. Самих артистов же покорила брестская публика, которая умеет слушать, слушать и чувствовать. Очень теплая публика, действительно. Мы в первый раз в Белоруссии, и нам так приятно, такой город интересный, в который стекаются три страны сразу. Там буквально из Украины, буквально час до Бреста ехать с границы, и с Польши тут буквально через дорогу, Польша и сама Белоруссия. Я хочу сказать, что невероятно теплая публика, можно даже сказать, какая-то своя, знаете, такое ощущение, как будто бы из Украины не выезжали. Конечно, очень большой праздник, очень большой. Ну, об этом говорил замминистра, если вы слышали, что не только в таком маленьком городочке так здорово звучало, и, может быть, в Минске, а это большое-большое событие для очень большой аудитории мировой. Январские музыкальные вечера открыли большую плеяду мероприятий к тысячелетию областного центра. Чем дальше, тем интереснее.